Привет! Сегодня расскажу вам про наушники Kennerton AUGIS. Kennerton это новый премиальный бренд от Fischer Audio, под которым они выпускают свои топовые модели. AUGIS это наушники вставки с одинарным динамическим драйвером. Собственно вот коробочка, вернее это не коробочка, а супер обложка от коробочки. Коробка у них вот такая. Это бархатистый материал, натуральная стежка, серебряное притеснение. В общем выглядит очень здорово. Коробка вот так открывается. Тут были расположены наушники, которые я вытащил уже. Тут насадочки. Три вида одинарных разного размера, одни двойные и пенки. Тут был один из двух кабелей. Под этим расположен чехол. Чехол под стать всему остальному. Собственно это пожалуй луч всех чехлов, что мне попадался. Он из натуральной кожи, он очень приятно пахнет. Чехол такой вот на змейке. Внутри расположен сменный кабель с гарнитурой, но собственно это бесполезно, поскольку наушники стомные и использовать их со смартфоном вряд ли получится нормально. запасные фильтры, которые служат для тюнинга звука и переходник на 6,3 миллиметра. Собственно, вот сами наушники. Наушники полностью металлические, круглые, с интересной насечкой. Кабель сменный, но используется свой собственный разъем, поэтому так просто найти замену не получится. К счастью, комплектный кабель действительно аудиофильский. Мало того, что он очень толстый и прочный, он сделан из качественной посеребренной меди, поэтому с точки зрения звука к нему нет никаких претензий. Наушники звучат достаточно интересно. Есть два, вернее у них есть сменные фильтры, которые позволяют приглушить чуть-чуть середину и получить v-образный звук. С комплектными фильтрами они близки к ровному и мониторному звучанию, своеобразным, собственно, больше энергии. Поскольку наушники стоомные, им нужен хороший источник, причем желательно настольный, так как мало какие плеера вообще с ним не справляются, кроме, пожалуй, самых дорогих. Справляются, при этом справляются не столько по громкости, сколько действительно по качественному раскрытию. Очень большая может быть проблема, если источник некачественный, наушники не будут играть на максимум и, собственно, тогда будут возникать вопросы, что же у них премиально. Тем не менее, звук у них очень ровный, очень многоплановый, сцена достаточно глубокая, воображаемая сцена и по ширине неплохая. Собственно, очень интересная модель, особенно если вы используете настольный усилитель, какой-нибудь подходящий для них. Но, в принципе, я их слушаю с QLS 360, тоже сочетание достаточно неплохо. Спасибо за внимание. Задал добавить, из-за курса рубля эти наушники стоят в России намного дешевле, чем в мире, и заказать их с сайта производителя, вернее, с официального интернет-магазина Fischer Products можно по очень неплохой цене в 20000 рублей, что намного меньше их мировой цены.